Первое, это надо делить на 3. Второе, надо ждать, когда вырастет снова небо и бугор, а оно может не получить с такого объема адекватного, как надо. Да. Ну и соответственно, качество повторной всей операции снова, ну понимаешь, на самом деле ничего кайфового, это не медицина какая-то. То есть проблема лечения вообще множественных, особенно генерализованных рецессий тесны, сегодня как бы не имеет вот такого четкого пути. Почему мы и стали заниматься этой проблемой? Действительно очень актуально. Очевидно, что эффективность любой технологии, да, во многом условно полноценным проведением доклинических испытаний с использованием. Значит, поскольку мы хотели бы использовать системный подход в том, что мы будем делать, нам надо было определиться с планом вот этой системы, на какие этапы мы разобьем то, что будем делать. Да, то есть какие пункты нашего исследования с применением этого материала должны дать точную полную картину того, что это системный подход, то, что нам удается добиться результата во всех отношениях, ну и подтвердить, что там образуется то, что и в случае с трансплантатом, ну и так далее и тому подобное. Поскольку никакой реально научной базы по лечению рецессии десны не было на момент, когда мы начали, то по факту нам нужно было взять и создать, ну вот какую-то область знаний, как лечить рецессии десны именно с этим материалом. А на самом деле вообще, потому что по факту все нужно придумывать заново. По мере того, как будет развиваться то, что ты делаешь, тебе будет намного проще. Вот мы его отметили, видишь, красненьким. Значит, это статья про трансплантат. Вот она и есть. Мы посвятим оставшееся время тогда разбору, что мы ищем в статье. Ну понятно, что мы переводим. Тут представлены три клинических случая. Рецессия актуальна, мы это все прочитали. Ключевые слова нам понятны, понятно, где она напечатана. Десневые рецессии, это миграция десны, да, опекально, все понятно, с оголением корня и зубами. Скорее всего, тут читать нечего особо, потому что это собранный анализ источников, которые используют для литературы. Нам важнее будет почитать сами источники и по их названиям понять, что брать для себя, а что нет. Очевидно, что они пишут про операцию Бьерн, про свободный трансплантат и технику закрытия корня. И в 2008 году вот было проведено, о, ретроспективный анализ 224 исследований, представляешь, которые показали, что, ну блин, с трансплантатом все реально происходит. И за период от 10 до 25 лет они объединили вот этот свободный десневой трансплантат. Ну, конечно, они просто убили все, да, и показали. Американская Академия Парадонтологии, она создала какой-то репорт, да, вот этот отчет, который все вот в этой области поставил, по сути, как бы точку, что это позволяет и контролировать налет, да, последующий, и создавать как минимум 2 мм кератинизированной десны, ну, что абсолютно адекватно требованиям, да, и вот этой всей аугментации, тра-ля-ля. И закрывать рецессии от 3 до 5-6 мм. Ну, действительно круто. Да. Но надо искать, и эта статья нам тут бесполезна. Мы ищем нужную информацию не в введении в статью. Я специально на это ставлю, ну, короче, разбираю это так дотошно, потому что потом, если ты будешь все делать просто правильно, все будет быстро, с лету, и ты будешь видеть, ну, как бы, эти статьи будешь читать по, как бы, насквозь, не знаю, по диагонали или как-то еще. Суть в том, что ты будешь понимать, откуда что брать. Теперь давайте почитаем, кто придумал этот суббитляльный, второй вид трансплантатов. Действительно, Лангер-Лангер была вот операция 85-го года, они его модифицировали, вариант, и техника комбинировала соединительный графт. Они стали в крови вымачивать трансплантат, по сути, да, и его переворачивать в оверлайн. Правильно? Этот путь также обсужден другими авторами и в систематическом обзоре. Да, и последний систематический обзор по данной теме, по закрытию корня локализованного, где уже имеется рецессия Дисней, вот сделал вот этот, да, товарищ Кайро. Да, он встречается часто в источниках, в него много-то ссылается. Ну, собственно, и всё. И что они, объединяя, да, вот эти комбинированные и некомбинированные вот этих трансплантатов, в следующих трёх случаях показан результат применения свободного Дисневого трансплантата при поражении ширины прикреплённой Дисны по технике Миллера Лангер-Лангер и какого-то ещё туннельного ЗБ Олегуа, вот это, скорее всего, это трансплантат деэпитализированный для закрытия корня. Вот первый пациент, 22 года, траля-траля. На самом деле, на случай, на примере трёх пациентов, ну, это честно, как бы не статья, во-первых, мало количество исследований, ну, сколько вот у него тут рецессий? Ну, тут две. Ну, вот всё зажило. А показали они, скорее всего? А, нет. Раз, два, три, четыре, пять. Так, это другие зубы. Пять. Ага, тут заболит трансплантат. А третий случай? Отлично. Восемь рецессий. Слушайте, ну, вы понимаешь, да? Нужно всегда, конечно же, скептически относиться к тому, что это и вообще имеет право называться научным трудом. Потому что на восьми рецессии, ну, как бы, что это за прикол? Дело в том, что здесь никакой супернаучной новизны нет. Тут используются известные уже методы, известные материалы, и просто добивается доказательная база того, что это так. Честно, пустая абсолютно статья. Можно сказать, что она в себе там что-то объединяет. Обязательно использовать в качестве источника. Конечно же. Потому что ее никто читать не будет, на самом деле. Но какой-то вывод, да, он, скорее всего, будет не пионерский. То есть, эта статья, как и многие другие, подтверждает клинически, что, да, происходит с трансплантатом при различных методиках. Вот какой тезис, что, как будет звучать тезис, к которому этот источник. Хотя мы еще, видишь, вроде бы статью-то не прочитали, уже, в принципе, все понятно. Он будет описывать, что он назначал, как он делал, как он резал и прочее. Но по факту можно уже ничего не читать, тут все ясно. К сожалению, да, может... Ну, то есть, вот ты должна достичь такого состояния, когда ты будешь сразу видеть и сступление в статью, что в ней будет в конце, в результате. Потому что по факту это там и написано. Тема статьи является целью исследования. Это всегда так. Это такой порядок. И выводы должны подтверждать достижение этой цели. Ну, вот подготовка перед хирургической, хирургическая процедура. Тут тоннель. Тут они вот так поделали. Про пропитывание кровью я такого не знал, на самом деле. Поэтому я бы взял этот момент тоже себе куда-то. То, что сделали Лангер и Лангер, это также обсуждено у вот этих авторов. Одиннадцатый и двенадцатый источники обязательно надо будет почитать. Ну, это просто для себя ты, да, принимаешь к сведению, что самое свежее. Нам-то надо, конечно же, еще искать источники свежее. Идеально за последние пять лет. Если нет, как вот, на самом деле, в нашей проблеме, нету источников. Мы берем раньше. Ну, вот все. Все результаты мы посмотрели. Давайте, что они там, да, дискуссия. Значит, различные техники. И они встречаются в литературе. Ну, и, типа, корректируют, устраняют рецессию Дисней. Да, понятно. Да. Ну, поэтому и такое странное обсуждение. По сути, как бы, он просто анализирует, что, ну, да, это делают. И мы тоже вот так делаем. Тут, на самом деле, они тупо переписывают вступление. Да. Что было описано Миллером в 85-м году, это сама классификация, на самом деле, в 83-м. И Лангер-Лангер тоже, да, все понятно. В случае 2 лечения одиночной рецессии Дисней, а также использование, коррекция объема сосочка, который дефомирован, ну, вот эта, да, сторона создания. Ну, и какой, по сути, результат? Успех трех вот этих случаев, он показывает, да, что технику применения трансплантата для увеличения ширины прикрепленной Дисней в третьем классе рецессии по Миллеру и вот этого, да, комбинину, то есть модифицированного метода для закрытия поверхности корня зуба в первом классе рецессии. Это клиника, экспериментальное исследование. Никакого, на самом деле, смысла оно не несет. Это просто тиражирование того, что существует. Знаешь что, давай мы остановимся на этом, а вот с этого начнем в следующий раз.